Всем привет, друзья! С вами снова я, Оля Ермилова, и пока еще несколько дней вас ожидают по-прежнему мои видео, те, которые вы любите, и сегодня мы решили поговорить, мы, я, мое величество решила с вами поговорить об ошибках современных предпринимателей. Почему мы? Потому что мы с Сергеем решили, и мы с Сергеем думаем. А я озвучиваю, почему мы решили поговорить именно об ошибках, потому что в нашем бизнес-шоу к нам приходит достаточное количество предпринимателей, еще большее количество людей, которые приходят на собеседование, с которыми мы общаемся, и мы изначально видим достаточно ярко выраженные ошибки людей, которые допускают предприниматели, особенно предприниматели-новички, или предприниматели без опыта. То есть предприниматель, на самом деле, может быть какое-то время уже предпринимателем, но не имея раннего опыта за плечами, он, естественно, знаете, как человек, который не умеет что-то делать и пытается это делать, но не знает технику или технологию, он делает все время это неправильно, и нужно как бы начать сначала. И сегодня я хочу рассказать вам самые такие типичные вещи, хочу, чтобы вы внимательно это послушали, потому что это действительно важно, я хочу, чтобы вы это переосмыслили, однозначно нашли свои собственные ошибки, и самое главное, начали думать с тем, что делать. А я буду также сегодня стараться давать ответ на этот вопрос. Итак, самая первая ошибка, с которой мы сталкиваемся, это изначально отсутствие необходимых ресурсов, которые нужны для того, чтобы привести человека к цели. Дело в том, что обычно, как вообще к предпринимательству люди приходят, да, жил себе, жил, жил себе, жил, и тут раз такой в какой-то момент, хопа, блин, наслушался, посмотрел, как классно живут эти бизнесмены, где ты тебя включила, либо какой-то тренинг, либо какое-то мотивационное видео, либо долго думал об этом, и ты такой, все, я предприниматель. И вот кажется, что когда ты принимаешь это решение, то все, типа, автоматически все решается, особенно если проходишь какой-то тренинг, вообще все, типа, раз, два, три, ну, все понятно, нужно сделать продукт, ну, еще что-то там, и ты как-то в голове себе решаешь, что все очень легко, и, ну, это, типа, прикольно, ну, класс, здорово. Но получается так, что зачастую неверное, ну, как бы, когда вы начинаете что-то делать, вы не можете сами для себя очень четко понять, что у вас есть для того, чтобы в той теме, в которой вы хотите что-то сделать, вы могли получить результат. Если делать такое сравнение, то представьте себе, что вы приходите, это вот в шоу мы наблюдаем, то есть вы приходите к нам и говорите, хочу заняться дайвингом, там, куда-нибудь там, нырнуть. И причем, так, знаете, занырнуть сразу же прилично. И в вашем баллоне там воздуха, я не знаю, там, четверть или треть, и мы вам говорим, ребят, ну, нет, как бы не получится, вы такой, нет, я, типа, настойчив, я буду туда нырять, я, типа, хочу, я услышал. Ну, или, как часто бывает, что, когда проходит какое-то обучение, то тоже, к сожалению, горе-тренеры частенько, ну, иногда просто, как бы, ну, как бы не со зла это получается, но получается у людей, когда они вас, как бы, заставляют, говорят, давай, ныряй. И вот вы ныряете, и у вас почему-то есть иллюзия того, что, типа, я в процессе разберусь, а вдруг кислород сам вот наполнит мой баллон, а вдруг я где-нибудь буду плыть и найду этот кислород, ну, то есть, типа, я такой авантюрист. Вы понимаете, как бы, авантюризм, он должен быть у предпринимателя однозначно, но когда мы сталкиваемся с тем, что вы изначально, ну, то есть, блин, ну, понятно, что нельзя так делать. Ну, к примеру, например, вы выбираете тему, вот как у нас Света, выбрала тему ритейла, она пришла, говорит, я взяла кредит, то есть у нее есть первый ресурс ее, это деньги, он ограничен, я взяла кредит. Второй ресурс, у нее нету опыта совершенно в этом, она говорит, я взяла кредит, я хочу сделать ювелирную лавку, да, открыть ювелирную точку. Почему? Потому что мне кажется, что у меня лучше вкус, чем у всех остальных, и мне кажется, что это будут брать, а на чем это основано? На том, что я пообщалась с какими-то там продавцами в каких-то торговых центрах, я постояла, посмотрела, сколько у них покупают, и вот я поняла, то есть, понимаете, вот эта история, как бы, изначально грустная. И когда мы, например, сказали ей сразу же в эфире, что Света, дело не будет, вот Света, ну, она сказала, я готова нырнуть, я готова, да, а вдруг что-то получится, я в себя верю и так далее. И вот, понимаете, вот этот момент ресурса, каких ресурсов не было у Светы, в чем были проблемы и есть проблемы? Первое, это, безусловно, отсутствие опыта в ритейле как в таковом, то есть, для того, чтобы в ритейле вообще что-то понимать, и вообще для того, чтобы понимать в той отрасли, в которой вы никогда не работали, прежде всего, лучше всего, в нее погрузиться, устроиться на работу кем-нибудь, неважно, продавцом, еще кем-то, пройти обучение конкретно по теме, вот данной, то есть, прокачаться каким-то образом. Все всегда, вернее, люди, когда переходят из одной деятельности в другую, вообще почему-то не хотят эту тему изучать. То есть, когда говоришь о том, что ну пойди поработай там, человек так вообще кривит свое лицо, ты что, я работаю, да я теперь предприниматель, да я ни на кого работать не буду. Ну, в смысле? Ну, то есть, вы создаете вот эти, делаете колоссальные ошибки. Ритейл. Что можно сказать о ритейле, если рассматривать ситуацию со Светой? Ресурс времени. Ресурс времени ограничен у Света несколько месяцев, на которые хватает денег, а ритейл нужно закладывать, что хотя бы год у вас идет развитие, то есть, вы изучаете спрос, вы изучаете, какой ассортимент, да, должен у вас быть, вы изучаете поведенческий фактор своего клиента, вы понимаете, можно ли в этом торговом центре или нельзя стоять, ну, то есть, множество моментов, на которые у вас должны быть обязательно деньги. Потому что в торговых центрах вы наверняка часто увидите как бы два, две истории. Первую историю – это то, что есть такие компании, которые как бы заезжают, вы на них смотрите и думаете, но они же маленькие, они там стоят, значит, и у меня будет дело. Но на самом деле это вечно убыточные компании, которые постоянно закрываются. И есть компании крупные, в которых вы совершенно не понимаете, как вообще все построено. То есть, вам кажется, что, блин, ну это покупают, раз они есть, но большие сети вообще выстроены совершенно по другим схемам, и, ну, не нам сейчас об этом говорить. Вот этот момент ресурсности, когда ваши ресурсы ограничены в чем-то, а вы куда-то вбахиваетесь, это, конечно, большая проблема. Но это как бы не единственная история по вашим ресурсам, потому что часто бывает так, что вы, например, говорите, ну, это моя мечта. Вот как пришла к нам Виктория, гимнастка, которая сказала, это моя мечта, я хочу, мне это надо. Но изначально описала проект, когда мы его проанализировали, и когда мы провели маломальский анализ, уже пообщавшись с людьми, как бы там, потому что нужно с этим переспать и подумать, мы поняли, что проект онлайн-гимнастической школы для гимнастки, чье имя неизвестно в широких массах, это провал, вот, это провал, но у человека есть, то есть он не готов менять нишу, он говорит, нет, это моя идеология, это моя мечта, это моя миссия, я хочу. Поэтому в этих случаях, например, в ресурсности ее, то есть у нее нету какого ресурса? У нее нету ресурса имени, которая бы позволила ей это сделать, у нее нету ресурса бремени, то есть она не готова там 10 лет это ждать, пока она начнет зарабатывать деньги, потому что деньги ей нужны, вот, у нее нету, ну, то есть у нее нету необходимых ресурсов, нету ресурсов достаточного количества денег, чтобы заполонить, например, собой всех, знаете, как называется, заплевать, и потом через год, через два, это так вот, я была в шоу-бизнесе, так выводились артисты некоторые, когда эфир заплевывается настолько, что ты волей-неволей начинаешь песенку напевать, и как бы дальше что-то может сработать, не всегда, но может. Вот, если у вас есть, например, какая-то вот такая миссия ваша, да, ваша мечта, и при этом количество ресурсов ограничено, ну, совершите простую вещь, уменьшите свою вот эту громадную цель там сразу же, разбейте ее на какие-то этапы, скажите, окей, эта цель она будет, давай я попробую какие-то шаги придумать, ну, как бы, ну, подэтапы, да, то есть подэтапы, мы, например, предложили Вике изначально развить ее личный бренд на более простом продукте, который будет понятен взрослой аудитории, и который сможет тех же самых мам привлечь и сделать их клиентками Виктории для того, чтобы затем уже перейти к дочкам. То есть этот этап, он, в принципе, очень неплохо работает, когда вы для себя разбиваете, то есть не заглатываете сразу большой кусок. Бывают такие моменты, когда вы до конца, ну, не уверены, или, возможно, вам все говорят, не надо этого делать, а вы, как бы, хотите это сделать, и вы понимаете, что кислород заканчивается, и вам страшно, и вы не понимаете, что делать, но очень страшно сдаться, да, а вдруг камаз с пряниками уже за углом, эта ситуация тоже имеет место быть. Что в этом случае делать? Я делала так, у нас такая была история с нашим пинг-баром, например, когда и кололась, и резалась, и постоянно, периодически просыпались такие всплески, что да нет, да мы сделаем, да мы можем, потом опускались руки, потом мы уставали, потом мы понимали, что мы хотим делать другое, и идет такой разрыв, потому что ты понимаешь, что ты потратил уже на это свое время, свои деньги, свои ресурсы, ты вложил сюда душу, и в конце концов уже очень неплохой продукт имеешь, и как бы бросить жалко, да, непонятно, что делать. В этом случае делается очень простая вещь. Вы устанавливаете для себя срок, срок и тот результат, который вы за этот срок хотите получить, и вы говорите себе, окей, давай так, марш-бросок, вот есть цель, есть месяц, два или три, например, я делаю этот марш-бросок, и я вообще от всего отключаюсь, и я полностью концентрируюсь на этой цели, и если я эту цель делаю, я продолжаю, окей, это рабочее, если я эту цель не делаю, то все, я безжалостно с этим прощаюсь. У нас так было с пинг-баром, мы поставили себе срок, мы сказали себе, если я не ошибаюсь, там, 1 июня, это срок, когда мы принимаем решение, то есть уже точно да или нет, сумев достигнуть или не достигнуть той цели. Но в процессе случилась очень интересная вещь, нам стала лень ее даже достигать. То есть мы поняли, что мы себе врем, мы поняли, что нам просто жалко, но нам уже неинтересно. И вот если вы увидите, что когда вы ей подсказали, да-да-да, вы вдруг начинаете отвлекаться на все, что угодно, да, срочно нужно собаку повезти куда-нибудь там, джинсы порвались срочно в ремонт нужно, ребенка нужно обязательно именно вам забрать в этот день, то есть у вас начинается прям пункт неотложка, да, срочно вы скорая помощь, то это говорит о том, что ваше подсознание не хочет этим заниматься. И, соответственно, если оно не хочет этим заниматься, то пришло время как бы сказать себе стоп. Ваши ресурсы на этом исчерпались. К вашим ресурсам, еще раз подытожу, относится время, относится ваша энергия, относится ваша компетенция, относятся ваши финансы. И вообще, если вы в бизнес приходите без финансов и у вас нету никакой подушки безопасности и вы супер типа этим горды, по крайней мере, тогда изначально не замахиваетесь на какие-то супер проекты. Сопоставляйте те ресурсы, которые у вас есть. Если вы можете заниматься этим какое-то количество времени небольшое в день, и при этом у вас нету денег, то не надо замахиваться на ветеринарную клинику, были у нас и такие случаи. То есть берите себе косточку, которую вы в состоянии сгрызть хотя бы. Ваши зубы ее могут там чуть-чуть погрызть. Потому что в противном случае это как бы бесперспективная история. Можно только сделать классный пост в Инстаграм и написать, какой вы зашибись классной, вы ставите себе такую цель, а потом сидеть просто и ничего хорошего не будет. Итак, переходим ко второму пункту. Пункт номер два. Это, в общем-то, то, что вторая ошибка, то, к чему в результате мы скатываемся после первой, это выбор неверной ниши. Ну, то есть, когда вы выбрали нишу, вот себе не по зубам, или энергетический ресурс ваш не справился, энергетический ресурс когда не справляется, когда вам неинтересно. Знаете, это как когда мужчина пригласил на свидание, а ты тупо хочешь спать. Ну, то есть, ты вообще, то есть, ну, совсем. Вот он там тебе ресторан, там он говорит, там сейчас воздушный шар, ты такая, очень, да, хорошо, но реально сильно устала, сегодня долго гуляла с собакой. Итак, если у вас проблема с нишей, потому что вы ее выбрали откуда-то, скорее всего, со стороны, чаще всего ниши выбираются, исходя из финансов, типа, хочу баблишко заработать. Вернитесь, пожалуйста, к истокам. Мы совершаем очень часто одну и ту же ошибку. Когда мы хотим сделать какой-то бизнес, мы начинаем придумывать и искать что-то совершенно далекое от нас. Мы почему-то не хотим использовать те сильные стороны, которые у нас есть, те компетенции, те разрешения, которые у нас есть. То есть, когда мы в чем-то классно разбираемся, потому что мы посвятили этому много лет жизни. Вы такие говорим, нет, я принципиально этим никогда заниматься не буду. Вот это вообще для меня. Не делайте каких-то резких шагов, посмотрите. Вполне возможно, что вот этим вы как раз заниматься и не будете, но вы можете заниматься другим. К примеру, вы долгое время работали в салонном бизнесе или вы пытались запустить салонный бизнес. Ну, давайте работали в салонном бизнесе. И вам все говорят, ну, тебе надо открыть салон. Ты такой, да нет, я не хочу открывать салон. Ну, вы тупо знаете о салонах все. Но займитесь салонным консалтингом. Помогайте другим предпринимателям, которые открывают салоны красоты или которые в них работают, налаживать им, например, бизнес. Ну, это просто от балды вам пример. Но чтобы вы понимали, что если у вас есть какие-то сильные стороны, думайте о том, каким образом вы их можете применить, если они в бизнесе применимы. Это такой важный подпункт. Третья ошибка. Это когда вы, как я уже говорила, в предпринимательство приходят люди такие, типа, вчера был наимным сотрудником, а сегодня такой, ту-ру-ру, я типа предприниматель. И бывает такое, что у вас есть откуда-то деньги, вам выделяет их партнер, ваш супруг или супруга, родители, вы что-то продали, вы взяли кредит. Ну, такие, э-э-эй. Но вы никогда не занимались бизнесом. И чаще всего вы делаете очень быстро слив денег. Ну, то есть вы так радуетесь, что вы запускаете бизнес, что вы их с огромным удовольствием тратите. Потому что, как я постоянно говорю, для нас, для многих людей, как бы запуск бизнеса, это означает трата денег. Ну, то есть я запускаю бизнес, это я там снимаю помещение, делаю ремонты, покупаю оборудование, нанимаю людей. Но это ничего не имеет общего с бизнесом. И вот когда вы очень быстро сливаете деньги, но при этом не думаете о стратегии, о маркетинге, когда вы, вот как к нам, например, та же Света пришла, и она, по сути, пришла с деньгами, которые она уже потратила. То есть она пришла и говорит, вот у меня там миллион с чем-то там кредит, но я уже купила островок за 500 тысяч, ты же заплатила аренду, там что-то еще сделала, там какие-то документы. То есть а что нам с этим делать? Ну что нам делать, если человек уже как бы без нас потратил эти деньги, вообще не туда, потому что начинать нужно было не с этого. Что мы можем с этим сделать? То есть уже все, уже запущен процесс, уже как-то ему нужно работать, как-то пытаться эти деньги отбить, да, он в это верит. Ну то есть совершенно глупая история. Поэтому перед тем, как тратить деньги, внимательно, изначально, тысячу раз поговорите с нормальными, умными людьми. Еще раз говорю, не жлобитесь на какие-то консультации, на консалтинги, на хотя бы просто консультации, для того, чтобы вы могли не совершать вот этих ошибок и не выбрасывать просто деньги непонятно куда. Далее, следующая ошибка, которая есть постоянно, это то, что вообще в бизнес многие приходят, опять-таки, после каких-то умных речей, тренингов и наблюдений за том, как классные предприниматели летают по островам, да, сидят на бале, что-то чешут и деньги получают. И вот иллюзия складывается такая, и об этом часто говорят, что предприниматель это человек, которому не надо работать, да, типа на него работают другие люди. И вот вы, когда идете, мы наблюдаем это, когда новичок приходит, он приходит к нам в бизнес-шоу, и он говорит, типа, ну я хочу, чтобы вот другие люди, да, в результате, другие люди управляли моим бизнесом, я хочу нанять себе управляющего, я хочу, чтобы вот это сделали за меня, вот все, пусть более умные люди, да, за меня работают. И это как бы вообще ошибка, ну то есть изначально ошибка заключается в том, что в принципе нельзя идти в предпринимательство с темой того, чтобы не работать, а просто получать деньги. Ну то есть это просто бред, забудьте об этом. Во-вторых, в предпринимательство нужно идти с пониманием того, что теперь вы будете работать за всех. То есть ваша задача будет снабдить работой каждого человека, которого вы в результате хотите нанять, потом еще его контролировать, фиксировать и так далее. Соответственно, нужно заниматься тем, что вас прет, что вам нравится и в чем вы хотите жить. То есть предпринимательство – это выбор, скажем так, выбор темы вашей новой жизни. Это как компьютерная игра, в которой вы выбираете, кто вы теперь отныне. То есть вас не назначают, а вы теперь сами выбираете. Вы типа воин, вы там, я не знаю, Маша, или вы медведь, который бегает за Машей, вы Том или вы Джерри. То есть у вас есть право выбрать самостоятельно и дальше эту игру организовать, рассказывая каждому, кто что должен делать. Вот и все, что предприниматели получают в преимущественном варианте и отличается, чем от наемного сотрудника. То есть тут уже зависит от того, как вы эту игру все сделаете и сколько фишек принесут вам там, я не знаю, сколько яичек принесет волк, кто старенький, тот помнит, кто… и так далее. Вот это все. Это не история о том, как вы сидите и все вокруг работают. Это другая совершенно вещь. Это вы должны помнить. И, соответственно, когда вы приходите в предпринимательство и хотите всех нанять, и вы еще берете дурак такой и нанимаете этих людей, потому что у вас есть баблишка, все, вам пипец. Ну, то есть просто вам пипец, потому что если у вас еще даже что-то получится, то вас в лучшем случае разворуют, в худшем случае пошлют нахрен, и ваш бизнес просто уйдет полностью с командой. В продолжении этой ошибки это следующая вещь, которая тоже, она видна очень в нашем шоу, вы можете посмотреть, что когда приходят люди, они говорят, я хочу, чтобы кто-то настроил мне контекстную рекламу, сделал мне сайт, ля-ля-ля. И мы, всегда, начиная вопрос, мы говорим о том, что вам нужно разобраться в этом самостоятельно. Да я все знаю, я в Фейсбуке уже рекламу умею настраивать, там зашел в личный кабинет, нажал там аудиторию, там выбрал еще что-то, короче, на четыре кнопки нажал, все ок, у меня все работает. И вот когда ты начинаешь объяснять человеку, что для того, чтобы твоя компания классно функционировала и работала, все ключевые компетенции ты изначально должен пройти сам, ты сам должен во всем разобраться, прокачаться и всему обучиться, для того, чтобы потом, когда ты нанимал на эти опции людей, ты понимал, что они делают, ставил им грамотные задачи, их контролировал, человека просто одолевают ужас. Ну просто кошмар. Ну типа в смысле? В смысле? Я предприниматель, я шеф, я босс, какого черта я должен знать, как это все делать? Вот вы не поверите, вот в этом году сейчас я очень много опций, мы меняем несколько, закрываем какие-то направления, на какие-то смещаем менеджеров и так далее, и так далее. И вот я очень много опций передаю своему менеджеру. Я переживаю, успеет ли она все это делать, то, что делала я. Но я могу очень точно объяснить, что необходимо делать и как необходимо делать. Я все время держу руку на пульсе, и раз в месяц у нас проходит с Сергеем такая переаттестация, как это называется правильно? Переучет. Переучет, когда нам необходимо посмотреть, как все это работает и дать своим сотрудникам какие-то новые направления, сделать работу над ошибками. Конечно, в идеальном мире ваши суперумные сотрудники за всем сами следят, вот все зашибись, как круто, но и честно вам скажу, раньше я считала, что так работают в очень крупных компаниях, но потом, когда я начала общаться с крупными компаниями, я увидела, что у них вообще просто полный бардак, потому что, если я хотя бы иногда могу понимать, что у меня происходит что-то не так, то крупные компании, когда начинаешь разбираться, оказывается, что там вообще люди ни хрена не делают, потому что они просто растворяются. И вот эта иллюзия того, что вот если бы была крупная компания, там бы были умные люди, умных людей очень мало, и как только человек становится плюс-минус умнее, он обязательно куда-то валит, либо он уже становится партнером компании, по сути, тоже как бы таким маленьким боссом. Поэтому рулят боссы, и самые заинтересованные люди в вашей компании, это должны быть всегда вы сами, потому что вашему менеджеру гораздо проще в субботу не ответить вашему клиенту, потому что он вообще никак от этого не пострадает. А вы не ответив вашему клиенту и не получив чек в тысячу долларов или в какое-то там количество денег, то есть вы теряете просто клиента, и это ваши деньги, которые вы не потратите конкретно на себя или, ну, как бы конкретно куда-то они не уйдут. Поэтому запомните главное, если вы хотите стать успешным, вам изначально необходимо прокачаться во всех компетенциях самостоятельно, для того, чтобы вы потом очень четко понимали, какие цели и задачи вы ставите сотрудникам, что сделать возможно, а что невозможно, и никто никогда вам не скажет, что, ну, типа, нет, это невозможно. Поверьте мне, возможно так много, что даже сложно себе представить. И следующая история, выходящая, что оставляет себе босс? А босс всегда себе оставляет текучку. Начинающий предприниматель обожает отвечать на имейлы, отвечать на какие-то там сообщения, которые приходят, ездить там что-то отправлять, отсылать, заниматься какими-то налогами, еще чем-то всем, кроме стратегии. Вот на стратегию мы мечтаем, что кто-то придет и это сделает. Это тоже то, что вас убивает. В продолжении этого следующая ошибка заключается в том, что предприниматель очень любит погружаться в текучку. Ну, то есть, работа типа, я очень занят, у меня очень много встреч, у меня сегодня очень много, то есть, у меня всего очень много. Запомните, когда вы не ставите себе конкретный ориентированный результат, сколько должны продать, или что должны сделать, или что является КПА вообще вашей работы, когда вы не ставите себе этого, все, вам хана. То есть, вы просто плывете по течению, у вас, вы типа, вы очень заняты, но у вас всегда нет денег, у вас всегда куча долгов, у вас всегда хаос полный. Поэтому всегда приучайте себя ставить себе на день, даже когда вы пишете, писать не только с точки зрения, что сделать, а что необходимо получить, то есть, что будет, что будет показателем того, что вы реально это сделали. Следующая, наш пункт, он заключается в том, что у начинающих предпринимателей есть такая очень классная штука. Значит, первое, это люди, которые постоянно учатся, ну, то есть, вообще бесконечно, то есть, нет такого тренинга и семинара, которого вы не посетили. Вам некогда работать, потому что вы все время учитесь. И второе, это люди, которые вообще не хотят учиться, то есть, которые постоянно занимаются какой-то фигней, которые вот уже очевидно, уже все так сделали, уже понятно, что работает так, но этот человек не учится, и он продолжает пробивать стену вообще там, где это не нужно. Обучение дает всегда несколько очень классных вещей. Первое, это классный нетворкинг, вы все равно кого-то видите. Второе, вот сам момент того, когда вы попадаете в какую-то среду, где что-то происходит, и люди горят, вас начинают инцидировать. У меня обычно происходит так, что говорят об одном, меня инцидируют вообще в другом, но это действительно зажигает. И третий момент, это безусловно, все равно включение и концентрация в моменте времени, когда вы погружены в обучение. Вы знаете, что сейчас вы работаете над бизнесом, не в своем бизнесе, варитесь там в борщике, а вы работаете над бизнесом, у вас приходят стратегические идеи, поэтому обучение просто необходимо. Еще одна ошибка, это то, что люди погружаются в процесс и вообще не понимают, где в их бизнесе есть деньги. Ну, то есть, вообще, где деньги не видно. Идет полное отсутствие масштабного мышления, чтобы пройти. Давай. О, уже устала. С три пункта еще раз. Надо было три ролика снимать. Ну, не важно. Я же уже снимаю. Да-да, еще харкните мне тут. Да. И проблюйтесь. Еще одна типичнейшая ошибка предпринимателя заключается в том, что наши участники, когда они приходят, они рассказывают о том, что они собираются делать, но, собственно, где по-настоящему зарыты в их деле деньги, они не видят. То есть, все всегда очень банально относятся к получению денег. То есть, всем всегда кажется, что деньги зарабатываются именно на том, что они зарабатываются. То есть, вот если Макдональдс рекламирует там гамбургер, то он зарабатывает на гамбургер, и его задача больше привлекать гамбургеров, больше продавать гамбургеров. Но то, что, например, есть какие-то там совершенно другие уловки, и продукты литмагниты, и захваты, и воронки, и первый шаг, и второй шаг, и что изначально мы продаем дешевое, а чтобы потом продать дорогое, или что вообще мы что-то продаем вообще для того, чтобы продавать франчайзинг, или вообще мы что-то как-то делаем, вот люди совершенно этого не видят. Абсолютно. То есть нету концентрации и понимания того, а где деньги на самом деле. И когда человек пытается на глядя, типа как Мак продает гамбургеры, продавать те же гамбургеры, и он вылетает в ноль, становится стрёмно. Как вообще человек с таким мышлением может пойти в предпринимателей? Ну то есть это является абсурдностью. Поэтому всегда задавайте себе вопрос и раскачивайте перед тем, как во что-то ввязаться, а где там зарыты те деньги, которые мне нужны. Где там эти деньги? Потому что если мыслить буквально, так вот на чем же зарабатывает Ермилова? Ага, она продает это. Блин, а вы посчитайте, вот то, что я продаю, то, что вы видите, что я продаю. Я могу себе за это позволить тот образ жизни, который я делаю? Может, я что-то еще другое продаю? Но я сейчас не о наркотиках. Может, мои продажи как-то по-другому построены? И, конечно, они построены как-то по-другому. Просто не все это видят и не все это понимают. Поэтому ваша задача в своем бизнесе найти, а где на самом деле деньги. Хорошая задачка. Вот в этом сезоне новом мы будем обязательно решать ее с нашими участниками. Поэтому смотрите обязательно наше бизнес-шоу. Еще одна ошибка, она такая, я не могу о ней не сказать. Это мы просто видим это в шоу, что начинающие предприниматели постоянно создают себе какие-то проблемы, постоянно придумывают какой-то мелкий геморр, совершенно на мелком уровне, вместо того, чтобы решать какие-то задачи, которые перед ними стоят. То есть каждый раз, когда, ну вот, например, первая простая вещь, в предпринимательстве многие зависают на пункте, я оформляю документы, там, какие документы, ну, налоги, какие налоги, ну, бухгалтерский учет, какой бухгалтерский учет, ты ни хрена вообще еще не зарабатываешь, ничего еще не делаешь. И вот постоянно в какие-то такие вот ввязывается человек ямы, и он там прям зависает в этих ямах. Зачем ты это делаешь? У тебя, ну, то есть ты должен видеть большое, ты должен следовать к большому. Но мы все время очень любим вот в чем-то маленьком зависать. Ну, обычно новички. Задайте себе вопрос, в чем зависаете вы? В чем у вас постоянно проблемы? В чем вот, вот на чем вы виснете, что вас вечно стопорит? Ну, и ключевой момент предпринимательства, это всегда, как я уже говорила, это для сумасшедших людей. И это всегда такая игра, в которой нет правил. Ну, то есть ты начинаешь в нее играть, типа, и да, понятно, что надо сделать. А потом все раз и начинает меняться. И вот это, как знаете, такой сумасшедший корабль из вашего ужасного сна, где вас все время вышивает то в одну, то во вторую сторону, ветер меняется, все нахрен меняется. И вот, если вы не готовы очень быстро менять свою стратегию, вы пришли, например, на бизнес-шо, и вам кажется, что цель такая, мы говорим, нифига, надо сделать сейчас так. Вот если вы начинаете там, да нет, да я доказываю, да я все равно, да я сто лет на это потрачу, да я убьюсь, да я порву свою рубашку. Вот предпринимательство, это вообще, вот оно этого не любит. Очень быстро нужно договариваться, поэтому на переговорах нужно уметь доходить, например, компромиссы. Очень быстро нужно понимать, что рынок меняется, и сейчас тот продукт, который вы запускаете, вы потратили в него деньжата, да, все классно, вы все сделали, даже лендинг, даже рекламку настроили, он нахрен никому не нужно. Значит, все, вы его закрыли, выбросили и поняли, что делать дальше. Предпринимательство, это такие американские горки, постоянные повороты, постоянные, вот если вы не можете быть мобильным, если вы не готовы принимать новые правила игры, если вы не готовы брать вызовы, если вы не готовы понимать, что да, я сейчас неправ, идти что-то делать дальше, то вам будет очень сложно в этой теме, и скорее всего вы сдохнете, потому что пока вы только будете раскачиваться, вы раскачались в одну сторону, а ветер уже подул совершенно в другую. То есть момент, когда вы, типа, я тяжелый поезд, вы можете быть тяжелым поездом, только когда вы становитесь большой корпорацией, которая может диктовать правила. Ну, давайте вспомним компанию Кодек, которая была большой корпорацией, диктовала правила и потом внезапно просто исчезла. Давайте вспомним BlackBerry телефон, давайте вспомним Верту, который, как казалось, Nokia, да, казалось, что мне Nokia 3310, по-моему, не может быть вообще что-то круче и вообще что-то переплюнуть, не может это. Компании умирают в тот момент, когда они перестают быть мобильными, когда они перестают быть трендовыми, когда они превращаются в таких монолитов больших. Всегда, везде рулит скорость, рулит драйв и рулит ваша готовность меняться и к любым условиям уметь адаптироваться. Тогда вы вечно живущая птичка и все у вас будет зашибись. А ваша вечно живущая птичка Юрмилова улетает. Я очень хочу, во-первых, чтобы вы написали мне, что стало конкретно сейчас для вас ключевым, в чем вы узнали себя и какая ошибка мешает вам. Во-вторых, я, если вы вдруг видите меня впервые, хочу пригласить вас на просмотр нашего бизнес-шоу. Многие говорят, я перестал смотреть бизнес-шоу. Дураки, дураки, что вы его не смотрите, потому что не посмотрев хотя бы один выпуск, ваш бизнес беднеет. Нечего быть с коронами, нечего считать, что я там ничему не могу научиться, там нудные предприниматели, они не хотят учиться. Они не хотят учиться, но они учатся и у них есть результаты. Может быть не такие быстрые, как бы вам хотелось. Учитесь вместе с ними, давайте вместе меняться, развиваться. И поверьте, следующий сезон бизнес-шоу просто порвет вас в хлам. А я пошла рвать Бали в хлам. Пока.